Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в кимоналочку на родина ролеплей, новая серичка пацаны. Итак, начнем с того, что я купил себе новый скинец, да, я купил себе новый скинец, так, стой, ку, какой-то чувак, ладно, давайте послушаем, что он скажет, и я продолжу, что я хотел вам рассказать. Итак, молю, продай вертик за 13 миллионов, извини, я его не продаю, можно дешевле, как бы, найти на БУ рынке. Чем помочь? Что ко мне этот чувак пристал, блин, вот постоянно я захожу, где сдавать, эм... Блин, как ему объяснить? Сдавать... Сдавать в конце Арзамаса, там есть взлётная полоса. Блин, я вообще собирался не сегодня этим заниматься, но давай, давай я тебя подвезу туда. Погнали, короче, ладно, тогда вертолёт возьмём. Короче, вот этот скин я купил себе за 1 миллион, пацаны, это редкий скин, я не знаю, сколько он стоит, ну, реально, я купил его за лям. Лоханулся я или нет, я, честно говоря, не знаю. Серьёзно, я не знаю, лоханулся я или нет, с тем, что я купил его за миллион. Но я таких скинов реально не видел, я просто в казино был, и чувак продавал скин, у меня ровно лям был, понимаете, ровно был лям. На АБ купил и за сколько? Так, а я купил на АБ за 10 миллионов. Я его покупал за 10 миллионов ещё очень давно, где-то месяцев 5 назад, вот этот вертолёт я покупал. И 100 бинта я его не продавал, он у меня всегда был. Напишите обязательно в комментариях, я переплатил за скин или нет, потому что я не знаю, блин, я вот по скинам этим редким не знаю. Этот скин нельзя купить в магазине одежды, его выдают администрации, так я понял. Либо там через форум ты пишешь заявку, выбираешь любой скин, вроде бы он стоит 10 миллионов, если я не ошибаюсь. Чувака, походу, украшило, или он вылетел. Ну ладно, тогда полетим в одно интересное место, я его недавно обнаружил, это необитаемый остров. Посмотрим, что там есть, я не знаю вообще, для чего он там нужен, я его случайно обнаружил, когда катался на Чироне с Денис Рева. И мы, короче, перевернулись, он релокнулся, а я там остался. Я такой бегу и смотрю, там что-то вдалеке. И там остров этот, я такой, нихера себе. Сейчас я вам его покажу, что это за остров. Я, кстати, сегодня ходил в казино и слил там, если я не ошибаюсь, 500 тысяч, у меня был лям. Потом, помните, у меня было 3 миллиона, либо не помните, не знаю, у меня было, короче, 3 ляма, я тупо всё слил в казике. Реально, я всё слил в казике, все 3 миллиона. Я даже не в карты играл, я просто, типа, вот это да, нет, нажимал и просрал, тупо 3 ляма, понимаете. Я вот бизнес тогда продал и тупо слил эти 3 ляма, короче. Реально, это просто жесть. Просто реально полная жесть. Вот этот, короче, остров, вы его ещё не видите. Если здесь стоять, его не видно, а если пойти дальше, вот он здесь появляется, короче, этот остров. Я не знаю, для чего он сделан. Вроде бы это ещё есть какой-то там остров, где дома должны добавить скоро. Но я точно не знаю, кстати, на родине будет второй сервер открываться. Я не знаю, идти туда играть или нет, напишите в комментариях, идти на второй сервер играть или же нет. Потому что я реально не знаю. Давайте глушим наш вертолёт. Проведу вам экскурсию такую небольшую. Я сам здесь просто бегал, смотрел, что здесь есть. Ну и довольно-таки интересно выглядит всё. Кстати, вот так вот надо залезть сюда, я наверх залазил туда аж. По-другому вы не залезете. Вот эти опоры, какие стоят, они прозрачные. Вы на них не вступите, так сказать. Они прозрачные, вы просто будете проваливаться. Поэтому нужно залазить, как я. Здесь какой-то мусор, типа, светится. Я не знаю, что это реально за остров. Больше на какой-то Чернобыль похожий, не знаю. Хотя я не был в Чернобыле, но... Ну, что-то там, может, похожее есть. Или я просто хуйню страдаю, да, хуйню говорю. Возможно, здесь что-то есть такое похожее. Вон там какое-то здание, вот здание. Ну, довольно-таки круто всё выглядит, мне нравится. Но для чего здесь этот остров, я не знаю. Давайте посмотрим всё от первого лица. Думаю, так будет поинтереснее. С этой стороны тоже такое же здание, как и с той стороны. Это вроде бы такая пожарная хрень. Да, вон служба какая-то написана. Ну... Нормально? Спасибо. Да. Давайте спутимся. Я ещё гляну, что здесь есть. Добраться сюда можно легко. Находится этот остров вот здесь, короче. Вот Латкарина. И вот здесь находится этот остров. Кто не знает, можете тоже потом приехать, посмотреть, что здесь и как. И довольно-таки интересно, бля, такие новые постройки. Это очень даже необычно. И можно полазить, что-то новое увидеть. Потому что, ну, мало кто изменяет маппинг так кардинально. Здесь вот такая вот какая-то дорога, кстати, идёт. Я подробно здесь ничего не смотрел. Вон такие домики идут. Вот речка. Вот кран здесь стоит. Ну, прикольно, блин. Такая дорожка. Сделали здесь бы оффроуд-трассу. Я думаю, было бы круто. Хотя, может, это она и есть, как бы, типа, оффроуд-трасса. Можно будет на елике съездить. Напишите в комментариях, съездить туда на елике или нет. Там пробовать елик. Здесь. Тут водичка есть такая. Тропиночка. Ну, не знаю. Вот это, не знаю, у меня не прогружается вот эта трава или что это. Либо оно так и должно быть. Я просто не помню. Вот ещё дорожка. Здесь вода. Ну, прикольный остров. Реально прикольный. Я его ещё давно обнаружил, но вот только решил записать видосик. Такие вот домики здесь стоят. Ну, ночью здесь поприкольнее полазить. Я просто ночью здесь лазил. Ну, хотя уже почти 8 часов вечера по МСК. Вот такие вот обычные домики. Тоже без понятия для чего они. Просто, наверное, для общей картины. Скорее всего. Не, ну круто, реально. Вот такая вот башня. Кстати, что это за башня? По-моему, это башня. А, я понял. Там, короче, такая башня тоже есть. Я понял, откуда этот маппинг. В каких целях этот маппинг сделан здесь, я не знаю. Возможно, здесь что-то будет, кстати. Жалко туда не залезть на самый верх. Я бы залез. Хотя, можно сейчас, наверное, третий слёта туда посмотреть. Так, давайте слётом посмотрим. Ну, он такой небольшой остров. Но всё равно, не знаю. Здесь можно оффроудом позаниматься. Вот такая вот вышка есть. Ну, я бы находил бы. Жалко, лестница полностью не идёт. Видите, она идёт, идёт. Но обрывается постепенно. Ну, она больше так на заброшенную похожа. Но она довольно-таки высокая. Ну, видите, вот, если оттуда с дороги смотреть, не видно этот остров. Реально. Только если прям близко к нему подъехать, там, подбежать, подлететь, тогда его будет только видно. Я не знаю, в чём эта особенность такая. Кстати, чё там, вон. Я помню, здесь какая-то спиралька была. Давайте я вот прям здесь где-то сейчас. Она должна быть. Её убрали или нет. Я не знаю, может, это админ заспаунили. Мы там на тачках катались с Денисом. И... Вот, вот эта спиралька, короче. Я не знаю, зачем она здесь. Я на ней катался. Ну, блин, вы тупо тачку разбиваете, потому что разгон не взять оттуда прям. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это было близко. Реально, разгон оттуда не взять вообще. Потому что, ну, я на Чароне пробовал и просто я Чарон взорвал в итоге. Не знаю, для чего здесь эта спираль стоит такая. Без понятия просто. Больше никакого маппинга я не обнаружил. Может, здесь есть ещё какой-то остров. Может быть, и нет. Вот здесь тюрьма есть. Я помню, снимал видоски по экскурсии по тюрьме. Можете съездить, посмотреть, кто не был. Я просто уже в КРМП играю 5 лет. Поэтому, да. Поэтому, да. Не знаю, может, где-то ещё есть острова. Пишите в комментариях. Там. Я обязательно баслётал, посмотрел. Может быть. Я просто не всего знаю. Я тут давно играю на родине. Ну, как давно уже. Так плотно играю месяца 3. А уже нахожусь здесь месяцев 5. Поэтому. Пишите в комментариях. Кто там знает какие-то интересные места. С крутым маппингом. Ну, подобно того, как я вам показал. Вон тот остров. Можете тоже такое присылать. Я бы тоже посмотрел. Не знаю. Мне это интересно. Я решил просто показать вам. Ну, как-то так. Кстати, здесь, по-моему, уже что-то медведи охотятся. А, ну, мы же на вертолёте прикалывались медведя. Я помню. Да. Ну, с режимом, по-моему, его же нельзя убить, кстати. Ух ты, ёпта. Типа самолёт разбился. Давайте тоже здесь посмотрим. Нет, блин. Не круто, когда новый маппинг есть какой-то. Так. Глушим наш аппарат. Типа самолёт, я так понял, упал. Что здесь этот лоточек делать? Я понятия не имею. Типа самолёт упал, да? Всё забором огородили. В середине, я думаю, вряд ли что-то есть. Да, скорее всего, здесь ничего нет. Да. Ну, что ж, пацаны. Вот такая вот серия. Всем спасибо за просмотр. Посмотрели некоторые интересные места. Я рассказал вам о своей покупочке. Вот этот скинец. Напишите, стоит ли он своих денег. Либо я переплатил за него. Мне потом писали, что, типа, за 500 тысяч можно такое купить. Ну, я не знаю, пацаны. Я не шарю просто. Я увидел, что, типа, скин такой прикольненький. Бичара такой. И решил его купить. Чувак, типа, говорит, сколько у тебя есть. У меня был всего лишь лям. И он за лям мне его продал. Я тупо последний день это даже не отдал. Кстати, сюда, видите, никак нельзя ехать. Здесь забор стоит. Ну, да ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok